Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Вячеслав Мартюшин, я специалист, эксперт в области гражданского права. Многим из вас ежедневно приходится сталкиваться с ситуациями, требующие квалифицированной юридической помощи. Юрист, к которому вы планируете обратиться, скорее всего предложит вам типовую форму договора оказания юридических услуг. Однако характер, право и помощь и условия ее оказания могут просто не соответствовать предлагаемым документам. Кроме того, что в ваших силах внимательно ознакомиться с текстом договора, вы можете самостоятельно подготовить проект, который бы разумно сочетал права и обязанности сторон. Давайте на примере сервиса конструктора договоров в системе «Консультант Плюс» рассмотрим порядок составления интересующего нас договора. Пример договора определяет, какие именно действия должен совершить исполнитель и что рассчитывает получить заказчик. Виды юридических услуг здесь представлены достаточно широко. Это письменные и устные консультации по правовым вопросам, составление документов, подготовка правовой позиции для участия в судебном заседании, представительство интересов в различных организациях и госорганах. Обратите внимание на особенности данного вида договора. Несмотря на то, что предмет определяет конкретные действия исполнителя, юрист все равно обладает известной степенью свободы действия. Этим договор оказания юридических услуг отличается от договора поручения. Мы рекомендуем тщательно проработать предмет договора, поскольку от точного формулирования задачи исполнителя будет в дальнейшем зависеть оценка полноты и качества оказываемых услуг. В зависимости от вида работ, требования к ее качеству в договоре можно установить по-разному. Такие формулировки предлагает конструктор договора. Именно поэтому важно в договоре предусмотреть критерии, по которым в дальнейшем будет оценена, насколько оказана услуга. На качество юридических услуг влияет не только профессионализм исполнителя. От вас, как от заказчика, потребуется совершить определенные действия. Например, вам необходимо будет в срок выдать доверенность, предоставить документы и своевременно платить госпошлину. Необходимо также указать условия, в каком порядке исполнитель будет работать с документами и может ли он привлечь к участию в процессе третьих лиц. При заключении договора необходимо определить стоимость оказываемых услуг. В договоре указывается размер вознаграждения юриста и порядок его определения за конкретные действия или за весь объем выполненной работы. Кроме того, условия об издержках и НДС. Бывают ситуации, когда стоимость услуг устанавливается приблизительно, и стороны прописывают в договоре порядок ее установления. Исполнитель может предложить порядок расчетов, например, установить предоплату, ее размер и график платежей. Если расчеты будут производиться после оказания услуг, то нужно учесть, как и когда заказчик может считать исполненным свои обязанности по оплате. Высшие суды считают, что размер вознаграждения юриста не может зависеть от положительного решения суда. Поэтому в договоре можно указать фиксированную оплату услуг, а после завершения процесса установить вознаграждение, так называемый гонорар успеха. В договоре можно предусмотреть ответственность исполнителя за нарушение сроков оказания услуг, требования о качестве услуг и причинение убытков. Возможно, контрагент предложит включить договор ответственности заказчика. Вы должны это знать. Например, за просрочку выплаты вознаграждения, за причинение убытков или за просрочку выдачи доверенности, если такой срок был установлен в договоре. Конструктор договора предлагает пользователю примеры оформления данного раздела договора. Мы рассмотрели несколько важных условий договора оказания юридических услуг. Предмет договора, порядок оказания услуг, требования к качеству и ответственности сторон. С помощью конструктора договора вы сможете быстро выбрать и включить в свой договор необходимую комбинацию условий. Пользователь «Консультант Плюс» не столкнется с трудностями составления любого типа договоров. Благодарю за внимание. Всего наилучшего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok